Всем привет! Вот наконец-то и подошел к концу наш замечательный третий марафон и я хотела бы немного поговорить и рассказать свои ощущения. Это то марафон, в котором я участвовала первый раз, но ничуть не пожалела. Я постараюсь, но очень долго разговаривать, хотя я это дело очень люблю, и пройтись по основным пунктам, которые заявлены в финальном отчете. И начну, естественно, с самого начала, чем полезен был марафон для меня. Первое, что я хочу сказать, что этот марафон был в первую очередь полезен своей безумной женской энергетикой. Я уверена, что если бы даже мне лично эти задания прислались бы на почту, я бы их точно так же бы выполняла и писала отчеты, возможно, отсылала даже кому-то на проверку, но такой эффект явно бы я не достигла. Почему? Вот сегодня уже для меня третий день без этих отчетов или четвертый, ну где-то так. Я уже ничего не напишу, не выполняю задания. Если честно, то ощущение, как будто бы перекрыли кислород. Правда. Я не знаю, как только закончился марафон, стало безумно сложно держать себя в этой колее, в которой уже привыкла. Хотя никто не мешает мне писать отчеты, я могу это делать отдельно на листочке, либо в блокноте. И я тоже это делаю. Но, тем не менее, без вот этой энергетической поддержки, о которой, если бы я услышала раньше, я бы сказала, чего? Какая еще энергия? Правда, очень сложно. Поэтому я хочу сказать всем участницам этого марафона громадное спасибо за то, что вы своим персональным путем, не важно каким он был, какие результаты вы получили. Добавили маленькую струю в наш огромный поток, который лично меня поддержал все эти два месяца на такой безумно положительной волне, о которой я могу только мечтать. Повторение. Вот. Ага. Разумеется, еще марафон был полезен своими отчетами. Не могу это не отметить. Не отметить. Разумеется, это в первую очередь дисциплина. Я о дисциплине мечтала всю жизнь, но что-то как-то не получалось. Я научилась распределять свое время достаточно рационально, чтобы помимо заполнения отчетов, которые, я надеюсь, не были простой отпиской. И все это укладывалось в мой день, помимо моей основной работы. Да, кстати, я на работе сижу. Вот. Мои тренировки, которые я не пропускала, и какие-то рукодельные дела, встречи с друзьями. Все это уживалось. Все было прекрасно. Все успевалось. Главное, было правильно настроить весь процесс. При том, что я хочу отметить, что дневники я вела лет с 15, наверное, вообще очень часто. Но использовала я их скорее для того, чтобы спустить какой-то негатив, либо просто свои эмоции пописать. Мне полегчало. Всем спасибо. Окей. В этих же отчетах, когда я увидела первый раз форму отчетов, хотя я имела представление о ней, и посмотрела эти пункты, я подумала, боже мой, какая глупость. Зачем вообще писать, что я там ела, когда я проснулась, когда пошла спать, и в чем я сегодня была одета. И, честно говоря, мне не очень хотела заполнять, но как в задании пишем письма родителям, я поняла, что именно эта структура, она безумно полезна для анализа. Делаешь выводы, все это видно наглядно, и вообще писать это очень здорово и очень полезно, потому что некоторые вещи, которые я обдумывала, обдумывала сначала, прежде чем написать, я садилась и начинала печатать, я просто застывала от некоторых выводов, думая, а как я до этого не додумалась, почему я до этого не додумалась, причем, что может быть даже не по ситуациям, которые возникли непосредственно день в день, а некоторые ситуации, которым уже года стажа, я не могла их решить, не могла перейти к каким-то действительно правильным выводам. Стоило только сесть написать, все стало ясно. Ну, да, для блондинки, наверное, стоило пройти такой путь. Отчеты других девчонок. Я думаю, об этом сказано уже очень много, но это кладезь не только, опять же, какой-то информации по этим пунктам, но и очень много советов, очень много интересных мыслей, особенно, когда это мысли людей, которые с тобой, у них сходный, в принципе, путь с тобой хотя бы на эти два месяца. Это очень было приятно, улыбчиво и совсем-совсем честно, прежде чем писать свой отчет, я сначала открывала отчеты девчонок, на которых я была подписана, читала для вдохновения и затем написала свой. Ну, и дневники, назовем их так, девочек, на которые я чисто случайно натыкалась, но для меня они тоже были очень, правда, интересны. Сколько желаний списка Стас былось? 37. Когда я открыла список своих желаний и начала ставить галочки и подсчитывать, я сидела с таким лицом, типа, да ладно, думать такого не может. Тем не менее, 37 желаний, которые начали сбываться еще до того, как марафон стартовал, но когда я уже написала этот список, то есть, видимо, стоило просто о них вспомнить и несколько вуализировать, визуализировать, и не начали сбываться. Какие задания оказались самыми трудными и полезными? У меня есть категория и просто трудных, и трудных и полезных. Трудно для меня было говорить да или нет, но я думаю, меня поймут рабочие люди, которые в каких-то ситуациях не могут сказать да или нет. Оля, ты завтра придешь на работу? Нет. Или я завтра не приду на работу. Или там, Оля, где отчет? Ты сделаешь этот отчет? Нет, я не сделаю этот отчет. Оля, ты пойдешь с нами, я не знаю, там, бухать, потому что у нас сегодня корпоратив? Да, я пойду с вами бухать, потому что у нас корпоратив. То есть, ну, здесь были какие-то поправки, и я думаю, я не единственная, кто немного обманывал это задание и говорил заданию нет иногда. Потом. Освещение пищи. Я не скажу, что это было бесполезно для меня, просто я до этого еще не доросла. Поскольку я достаточно мало готовлю, у нас с этим занимается мама, и как-то... В общем, я решила это задание сохранить для себя до того момента, как у меня появится своя собственная семья, мой любимый муж, не менее любимые дети, для которых я буду готовиться любовью и освещать эту пищу для них. Ну и одним из самых трудных, но безумно полезных заданий было, естественно, пишем письма родителям. Опять же, как многие участницы, из-за этого задания... Не то, чтобы я не хотела участвовать в марафоне, но... Я не хотела выполнить это задание. Когда оно все-таки пришло, я прочитала, подумала, ну... Ладно. Опять же, взяла эту структуру пунктов. Подумала, что за бред? Почему я должна писать столь интимные вещи еще по каким-то пунктам, кем-то придуманным? Я не хочу. И я не буду. Потому что это мой марафон, мое задание. Я делаю так, как я считаю нужным. Я напишу где-нибудь у себя там в блокнотике, тихонечко, так, как я считаю нужным. А когда села писать, и что-то мне дернуло, хотя бы начать пункты, которые предлагаются, я поняла, что более логичные и продуманные схемы, чем эти пункты, я, наверное, придумать бы не смогла, и никто не смог бы придумать. Потому что настолько они эмоционально удобные, мягко расположены. Это было, правда, очень полезно, очень облегчающе. Вы знаете, мои отношения с родителями в течение последних лет десяти просто катились куда-то по направлению к Аду. Я не знала, что с этим делать, не знала, как. Все было очень-очень плохо. После этого задания я как будто бы вот просто фудиям со своих плеч вот так вот сбросила, вздохнула. И что, самое приятное, я вижу по глазам своих родителей, что они тоже стали свободнее дышать рядом со мной. Как изменились мои отношения с окружающими? Ну, вы знаете, особо, конечно, не изменились, но, как говорил Олег Геннадьевич Турсанов, когда вы начинаете жить правильно, хотя бы начинаете на это делать, все, что не нужно, ваша жизнь, она отваливается. Отваливается. Так произошло с не очень-очень количеством людей в моей жизни, но, тем не менее, они исчезли. И мне не очень жалко. Хотя эти люди были для меня дорогие, интересные, и я не хотела от них обогляться изначально. Но в редакт моих друзей появились единомышленники, хотя мне было не очень удобно говорить о том, что я участвую в таких марафонах, и от некоторых людей я даже не ожидала о том, что они могут быть со мной согласны и тоже заинтересуются в этом. И вот. Было очень неожиданно. С родителями отношения я не скажу, что они стали идеальными, там, наладились, но они стали намного мягче, спокойней и, как говорится, без надрыва, с которым мы общались раньше. Кому-то из своих друзей я стала интересна с какой-то новой стороны. они так приглядываются ко мне, я вижу этот интерес, она вижу эту осторожность. Но я готова подождать. Отношения на работе. О, я на этой работе, честно говоря, тут рдала и выла именно по поводу взаимоглашения. Я не могла доказать, что не надо на меня кричать, не нужно на меня давить. Я даже поставила себе цель доказать там, или как-то донести до своего начальства, что со мной так не нужно, либо вы общаетесь со мной корректно, либо я просто покидаю это заведение. Никаких особо категоричных методов для этого не понадобилось. Просто изменилось мое поведение, изменилось отношение ко мне, чему я безумно рада. Я теперь на любимой работе, в любимом коллективе. У нас здорово. С некогда любимыми людьми мы расставили все точки над «и». Я завершила все незавершенные отношения, теперь мы свободны. Ну и были люди, которые говорили мне в лицо, что они меня ненавидят. Из-за моей ошибки, которые я признала. Теперь таких людей в моей жизни нет. Как изменилось мое физическое состояние? Ну вообще, я и так привыкла с собой ухаживать, поэтому я не могу сказать, что там из какой-то заросшей грязью волосами мальчишеского вида девочки я превратилась в принцессу. Нет. Но к каким-то вещам я просто стала намного ответственнее относиться. Дисциплина, вот это очень важно. Я только мечтала постоянно работать над своей талией, прессом, ну в силу особенности своей фигуры. Тут все это вошло в привычку, и теперь это как почистить зубы, как сделать там обычную зарядку. Я теперь делаю комплекс определенных упражнений, и у меня появилась талия. Вот. Я не знаю, насколько это физически, мне кажется, это физический показатель, я стала намного спокойнее. Потому что так я вообще не равновешенна истеричка. Я стала относиться спокойнее ко всему и ко всем. Естественно, бывает срывы, я не стала другим человеком совсем, но если в целом заметить, то да. У меня улучшилось состояние кожи волос. По оперному мерафону, это что-то страшное творилось из-за меня на лице из-за декольте. Сейчас все хорошо, волосы начали расти. Но знаете, человек, который знал меня лет, наверное, восемь, как-то зашел в гости ко мне и сказал, у тебя появились волосы? Это так странно и непривычно. Не хочется думать, что определенное время назад я была лысой, но это было приятно слышать. Что говорят о моих переменах окружающие? Ну, вот я даже набросалась в парт сетап. Ну, почему ты такой не стала тогда, когда мы были вместе? Все просто. Я была молодая, глупая. От тебя я много мучусь. Это мне говорила моя подружка. Мне было очень приятно. Конечно, странно все это слышать от тебя, но... Да, на самом деле эта цитата для меня очень важна, потому что это был как раз человек, который меня ненавидел, когда мы с ним поговорили уже окончательно, в последний раз, который было раз пять, он мне сказал, что да, от такого отброса, как ты, мне это очень странно слышать, но... подружки, полушутка, полуиздевка и полусерьезная говорили мне какая-то просветленная стала и давно ты так полуменела, давно ты стала такая мудрая. Вот, но на самом деле самое важное для меня не то, что они говорят, потому что очень много людей вокруг меня несколько сдержанных эмоций, как, собственно, я сама, они стали относиться ко мне по-другому. И, наверное, для меня это самое большое достижение. Какие навыки я освоила за этот период? Навык самый необходимый, самый важный для меня. Вовремя закрыть рот и промолчать. Неважно в отношении с кем. С мужчинами, с друзьями, с начальцами, с родителями. Это безумно важно. Вот это вот, я бы даже назвала это слово вовремя. Навык вовремя. То есть понимать, когда можно говорить, когда не нужно, когда нужно подождать, когда нужно промолчать, а когда вот самое время и по капризе типа все делать вовремя. Это не только в взаимоотношениях, но, естественно, есть вовремя, ложиться, вставать. Хочу сделать еще маленькое отступление. Когда я читала и слушала лекции про режим дня, я как большой любитель поспать, относилась к этому скептически и на фразу Оли Валяевой насчет того, что я была там убежденной собой, а теперь я встаю рада, мне все прекрасно. Честно, не поверила. А теперь верю. потому что для меня раньше встать в 9 утра это вообще безумство какое-то. Зачем? Зачем? Зачем так рано? А теперь я думаю, в 9 утра можем переделать. Сейчас я встаю где-то в 7-15 утра еще планировала буквально чуть-чуть перенести свой режим пораньше. Я безумное количество делала, успеваю раньше делать. Я в принципе стала спокойнее в том числе из-за режима дня. Ну, вообще мне нравится. Тем более сейчас я сна, солнышко вставает немного приятнее и легче. Ну, дальше отчеты по целям. Я уж не буду отчитываться по всем 37-ми, но те, которые я себе ставила, не выполнены. Они даже поменены по 2-3 раза. Все здорово, я, честно говоря, не ожидала. Я не буду говорить, что марафон перевернул мою жизнь ног на голову, изменил что-то очень глобально, но позволил мне понять, что конкретно сейчас в этот момент в жизни интересно для меня комфортно и в каком направлении я бы хотела правда хотела бы двигаться. Миллион или миллиардное спасибо Оле и Лёше Валяевым и всем их помощникам, которые были очень доброжелательны и корректны, если возникали какие-то вопросы. На самом деле огромное спасибо за в том числе комфорт проведения самого марафона. Ну и свой список ста целей естественно я не выброшу. Буду продолжать ставить галочки выполнения и совсем скоро я поеду на море выполнять очередную цель встречать свой 28-й день рождения на берегу моря под соленые брызги палящее солнце вкусные безалкогольные коктейли и вот все всем пока